С начала текущего года сотрудниками Сарапульской полиции выявлено 67 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их было 56. Большая часть преступных деяний касается сбыта психоактивных веществ. 59 фактов. Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно-телекомизационных технологий, ставило 46. В следующем году выявлено 7 лиц в совершении данных преступлений с использованием IT-технологий. Также с отчетом КИУ у нас выявлено одно преступление, тем смотрим на частью первой стеки 202-й организации по содержанию третонов. Постоянно ведется работа по выявлению блокировки теневых интернет-ресурсов, связанных с наркооборотом и борьбе с так называемыми закладчиками. Так, в феврале в Сарапуле был задержан житель Ижевска, занимавшийся сбытом дури через интернет. При досмотре у него было изъято более 30 свертков с наркотиком. Также на территории города было обнаружено 8 закладок, оборудованных этим сбытчиком. Также участники заседания познакомились с информацией о проводимой среди молодежи работе по популяризации здорового образа жизни. О мерах по выявлению факторов риска употребления несовершеннолетними психоактивных веществ в рамках обследования, которое проводится в Центре здоровья Сарапульской городской детской больницы, рассказала исполняющая обязанности главного врача Наталья Аганян. Для улучшения взаимодействия между Сарапульской городской детской больницей и управлением образованием в части обследования детей в Центре здоровья, в том числе для выявления употребления табака и никодин, содержащих продукции, считаю необходимым разработать и утвердить межведомственный план на текущий год с учетом утвержденного плана посещения Центра здоровья на период 2024 года и утвердить алгоритм информирования заинтересованных служб о результатах работы по выявлению употребления табака и никодин, содержащих продукции несовершеннолетними. В работе заседания антинаркотической комиссии приняли участие представители администрации, управления образованием, учебных заведений, медицинских учреждений, правоохранительных органов, средств массовой информации. На заседании сегодня также мы рассмотрели вопрос подготовки антинаркотического месячника, который будет проходить у нас в июне месяце. Были даны задания всем управлений подготовить проекты планов и был сделан акцент на активизацию антинаркотической работы в нашем городе. Участники заседания были едины во мнении, что необходимо усилить межведомственное взаимодействие в деле борьбы с алкоголизмом и наркоманией, в том числе в молодежной среде.